Продолжение следует... ...сохранить стабильность, но и даже добиться, я бы сказал так, определенных успехов. Мы по большинству показателей экономического роста за прошлый год находимся, в принципе, в устойчивой пятерке среди регионов Центрального федерального округа. А по ряду показателей мы даже выбивались лидеры не только в регионе, но и в целом масштабах страны. Это отрадно. Индекс промышленного производства у нас в регионе за прошлый год составил свыше 107%, в то время как в среднем по стране он всего лишь 101%. Заработная плата почти на 14% увеличилась в прошлом году. Вод жилья нас порадовал более чем на 60% по сравнению с прошлым годом прирост. Больная тема для каждого субъекта – это ЖКХ. Многочисленные аварии были в прошлом году, в этом году. Узловая не вовремя зашла в утопительный сезон. Проблема износа коммуникации. Как она будет решаться? Для того, чтобы полностью решить вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры у нас по области, нужно порядка 45 миллиардов рублей. Это почти 70% нашего годового бюджета. И все прекрасно мы понимаем, что вот единовременно и вообще силами области этот вопрос нам не подтянуть. Мы сегодня реализуем госпрограмму, где за счет только средств области мы вкладываем почти 14 миллиардов рублей. Это вот я могу в качестве примера привести с 2010 по 2013 год мы снизили уровень износа объектов коммунальной структуры почти на 4%. Аварийность при этом мы смогли снизить почти на 25% на четверть. На федеральном уровне проблему износа коммунальных сетей предлагают решать с помощью привлечения инвесторов. В Тульской области вот что делается для этого? Мы пытаемся заинтересовать инвесторов, наверное, оперативным уделением земельных участков, прежде всего под размещение объектов. Устанавливаем долгосрочные взаимоотношения, экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги. И плюс ко всему мы стали внедрять механизм так называемого субсидирования процентных вставок. По банковским кредитам, которые привлекаются для реализации инвестпроектов по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. Раз затронули тему инвестиций. Сейчас такая вот общероссийская тенденция, что иностранные инвесторы-то в страну идут неохотно. Как на этом фоне привлекать инвесторов в Тульской обыск? Я не до конца соглашусь с постановкой такого вопроса, что инвесторы в России идут неохотно. Что касается Тульского региона, только за 9 месяцев прошлого года инвестиции от иностранных инвесторов в Тульскую область составили свыше 1 миллиарда долларов. Мы сегодня по рейтингу привлекаемых прямых иностранных инвестиций занимаем в стране 14 место. Чем же мы так привлекательны для инвестора? Мы боремся, я не могу сказать, что мы толкаемся локтями перед инвесторами. Но попихиваем. Попихиваем, совершенно верно. И пока, я хочу сказать, это получается. Мы достаточно активно стали применять методы налогового стимулирования. У нас работает для инвесторов метод одного окна. Когда он приходит, за ним закрепляется соответствующий сотрудник, то ли министерства, то ли корпорации нашей региональной развитии. И от проблемы вхождения до проблемы запуска с ним его ведут, так называемые направленцы. Помогают преодолевать определенные трудности, скажем так, кузуистического характера. Они это оценивают. То есть это такой персональный консультант, да, получается? Совершенно верно, да. Персональный консультант, опекун, если хотите. Мы запустили интернет-портал с интегрированной в него уже инвестиционной картой Тульской области. Это тоже во многом помогает ориентироваться инвестору, скажем, в лабиринте проходов между… Различных районов, да? Да, районов, да. У нас практически все муниципалитеты сегодня в этой инвестиционной карте представлены достаточно подробно. Вообще у нас работают более 90 таких достаточно серьезных компаний иностранных, либо с иностранным участием. А всего около 200 компаний у нас в области работают с иностранным участием. Мы стабильно по основным экономическим показателям в пятерке среди регионов Центрального федерального округа. А по ряду показателей, например, таких как прирост собственных доходов, мы вообще в лидерах в стране. В 2014 году заработают муниципальные дорожные фонды, и муниципалитеты получат те больше денег, кто больше поставит бесхозной дороги на учет. Совершенно верно. Справились ли вот с этой задачей все? Я скажу, практически мы с этой задачей уже справились. На сегодня на учет поставлено свыше 7,5 тысяч километров дорог. Ведь не все муниципалитеты торопились поставить дороги на баланс. Было много проблем, много совещаний проводилось с муниципальными образованиями. Почему же не все стремились? Вы знаете, трудно сказать, скорее всего, может быть, не до конца понимания и осознания этой задачи. А теперь, когда эта работа позади, и они начинают смотреть или ощущать те средства, которые мы распределили, говорят спасибо. Ну а мы ботинки меняем периодически от их толкания, подталкивания. А работа действительно была тяжелая, нервная. Я бы сказал, особенно последний квартал. Но финал один мы справились. За 2012 год на финансирование дорожной отрасли было потрачено более 3 миллиардов рублей. 3,4 миллиарда рублей. В 2013 году эта сумма уже составила почти 4 миллиарда рублей. Это достаточно серьезные денежные вливания в эту отрасль. И я хочу сказать, что результаты, в принципе, не замедленнее сказаться. За прошлый год мы отремонтировали свыше 400 километров дорог, как регионального, так и муниципального значения. Ну и, во-первых, мы, наконец-таки, выполнили свои обещания перед Туликами и закончили дорогу Тулы-Белев. Довольно успешно проведены работы на дороге М2, это Крым старого направления. Ряд других дорог, основных артерий по нашему региону. Достаточно серьезные цифры. Качество, ну, я бы сказал, неплохое. По сравнению с прошлыми годами, я уже говорил, что у нас каждый год по окончании работы говорят, ну, вот подождем весной, сойдет снег вместе с дорогами. Ну, вот, слава богу, уже два года подряд снег сходит, а дороги остаются. Все недоделки на сегодняшний день осуществляются за счет подрядчика. Это основное условие при подписании контракта. Они берут на себя три года обязательств о том, чтобы поддерживать дороги в том состоянии, которые положены по нормативным документам. А раньше схема была другая, работа с подрядчиками? Да, раньше схема была другая. И мы имели, вот, особенно позапрошлый год, достаточно серьезные проблемы по невыполнению обязательств, по невозврату средств, по качеству работ, по просроченным срокам обязательства. В качестве примера могу привести тот же спецмонолит-1, который вот более двух лет был привязан к дороге Тула-Белев. Ну, наконец, мы с ним, как говорится, разобрались. И в прошлом году арбитражный суд Тульской области присудил штрафных санкций, сказать, в пользу Тула-Упродор в размере более 115 миллионов рублей. Значительная сумма. Значительная сумма, которая позволила и дорогу качественно сделать, и достаточно серьезно наказать нерадиового подрядчика. Теперь ему автоматически в течение двух лет дорога для выполнения каких-либо государственных заказов, не только у нас в области, а в целом в стране, закрыта. Для того, чтобы исключить и впредь подобные вещи, мы уже приняли решение, что все основные, ремонт основных дорог регионального и муниципального значения, мы отдаем в качестве госпрограммы на наше тульское областное предприятие Тула-Автодор. А мощности у него для этого хватит? Вы знаете, хватит мощности. Плюс ко всему мы наращиваем. Мы закупаем специально, вот уже сейчас создаются битумохранилища с тем, чтобы закупить сейчас зимой битум и материалы для производства ремонта дорог по весне и летом по значительно низшим ценам, нежели они, скажем так, бывают в период разгар строительства. То есть мы создаем базу и сейчас уже закупаем все необходимые компоненты и материалы для того, чтобы с апреля, в зависимости от погодных условий, не задумываясь о том, где нам закупать, сколько, по каким ценам, начать, скажем так, качественное производство ремонтных дорог. По указу президента до 16-го года в Тульской области должна быть ликвидирована очередь в детские сады. Сейчас дошкольным образованием охвачено, ну, около 88% детей. Вот к 16-му году мы выполним этот указ? Выполним, может никто не сомневаться. Я хочу сказать, что за последние 2,5 года мы сократили очередь в детских садах, вот такой самый, возраст такой с 3 до 7 лет, самый острый момент, значит, с 67 до 88%. За 2 или 2,5 года исправить то, что наращивалось не один десяток лет, невозможно. Но мы сейчас принимаем меры и по возврату зданий в эту сферу, которые многие годы были изъяты и традиционно используются, или нетрадиционно, используются не по назначению. Дальше. Мы принимаем меры по строительству. У нас заложено 4 детских садика, только в Туле 2 из них будут запущены в этом году. Мы принимаем меры по выкупу зданий, кроме строительства, которые могли бы быть использованы для дошкольных детских учреждений. Сегодня по темпам ввода новых мест в дошкольных учреждениях Тульская область вообще в принципе в стране в числе лидирующих. Мы занимаем там почетное 5 место. За последний период прямо у всех на слуху строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по Тульской области. Часть уже была запущена. В общей сложности как минимум 14 будут введены в эксплуатацию. Потом их передадут на баланс муниципалитета. И обслуживать по идее уже должен муниципальное образование. А денег-то у них хватит? Хватит. Они тоже достаточно консервативно относятся к этому вопросу и задают нам такие вопросы. Надо более эффективно работать. Повышать, как это раньше в принципе говорили, производительность, качество труда. И изыскивать резервы. Если мы не будем шевелиться, то как-то лягушка в жбане с молоком утонем. Конечно, в ряде случаев самостоятельно они могут где-то и не потянуть. Мы будем помогать. И эти обязательства заложены в наших программах. Но я хочу сказать, что сегодня в тех уже открытых в этом году и в прошлом году спортивных сооружениях, и фоки, и бассейны, и ледовые дворцы, я вам хочу сказать, очереди желающих не прекращаются. Затронули тему здоровья. В здравоохранение вкладывается огромные суммы денег. А для людей именно эта сфера все равно красная тряпка. Так почему же так велик процент недовольства людей в сфере здравоохранения? Не в качестве оправдания, а в качестве просто констатации факта. Конечно, это проблема общероссийского масштаба, не только у нас в регионе. Но жителям от этого не легче. И вот проанализировав, наверное, обращение жителей региона, мы все-таки постарались выявить так называемые болевые точки. И вот люди, в частности, жалуются на острую нехватку медицинских кадров. И с учетом этого была принята региональная программа развития кадровых ресурсов до 2017 года. Хочу сказать, что общий объем финансирования предусмотрен свыше 1 миллиарда рублей. После реализации этой программы у нас не будет нехватки специалистов? Давайте посмотрим, как из этого получится. Я могу сказать, что только за прошлый год у нас в области прибавилось, может быть, немного это, но это уже 20 врачей, 10 фельдшеров. Мы открыли 11 фельдшерских акушерских пунктов. Плюс мы даем определенные субсидии для того, чтобы врачи приходили в область. Зарплату стараемся по мере наших возможностей поднять. На сегодня у нас по 2013 году зарплата врачей около 37 тысяч рублей в месяц. Зарплата среднемедицинского персонала 20 тысяч. Мы уже на сегодня понемногу, но кадровую напряженность в области снижаем. Я вот даже тут недавно выезжал в одну из стран, в зарубежную командировку, посмотреть. И сейчас у нас постараемся и привлечь специалистов на достаточно таких приемлемых для нас экономических условиях. Поучиться опытом, может быть, приедут и подскажут нам. Куба, да? Кубинская медицина в плане сохранения или поддержания детского здоровья, физической культуры, спорта, затем в плане сердечно-сосудистых заболеваний, лечения болезней, дальше в плане лечения диабетных больных, сегодня находится на первом-втором месте в мире. А учитывая традиционные наши дружеские взаимоотношения и достаточные, возможно, комфортные экономические условия по сотрудничеству, а почему бы и нет? Почему бы не принять, скажем так, и привнести передовой опыт к нам сюда? С чего стесняться? Главное, чтобы это было на пользу жителей, на пользу нашего подрастающего поколения. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.